Сатред, ребята, вы уж не обессудьте, сушит, как я и говорил, кожу очень сильно, как и все, в общем-то, системные ретиноиды. Слушайте, я думаю, все-таки очочки надо, потому что слепит в глаза прожектор. У меня, кстати, этих очков достаточное количество надо уже менять, потому что, ну, все-таки, ну, несерьезно, как говорится. Значит, как кто-то отметил в комментариях, ретиноиды также ухудшают ваше настроение. Ну, то есть, там, депрессии всех форм, есть такая побочка, не у всех, не у каждого, да, выйдет, но может быть, такое. Это вот, как бы, дисклеймер. Ну, мы раз уж говорили о системных ретиноидах, там, да, учтем. Значит, девки, да, о девках, о слове девка. Нет коннотации, в моем случае, когда я называю девушек и женщин девками, негативной. Это такая абсолютно позитивная, положительная, приятная коннотация, веселая, да. Но если кого-то это триггерит, кто-то считает, что это, как бы, не по фану, это серьезная девка, это значит, что тут же он плюсует тупая девка. Ну, как бы, не наши сами это проблемы, но, тем не менее, как бы, придется мне частоту употребления слова девка снизить до минимума. Однако, в этом видео, пожалуй, я не откажусь полностью от употребления данного слова, да. Дальше еще немножечко. Спасибо вообще вот за все вот эти, за фидбэк. Спасибо за подробное сообщение, мы там пообщались с девчонкой с одной. Спасибо за лайки от нее, а также за лайки от другой девчонки. К сожалению, я в Москве, в Московской области бываю два раза максимум в год, прилетая туда, да, в отпуск. Ну, это стабильно, но, как бы, в твоих силах лайкнул Шая, да, из Московской области, чтобы я прилетал туда, нет, чтобы я остался там навечно, навечно, да. Как бы, вот, все в ваших силах. Значит, какие еще там у нас были комментарии? Спасибо, что смотрела под пиво, там, большой подробный комментарий про свою жизнь тоже написала. Смотрела с подружкой другая и поддерживала меня, все, я тебя тоже и твою подружку поддерживаю, ну, и так далее. Значит, про шизофрению, как бы, ну, забудьте, это болезнь, это ты сразу же, там, ну, что-то бывает, инвалидность и так далее. Ну, про это, как бы, не надо тоже глупости писать, как бы. Вот, вот, у меня есть катастрофизация мышления, так называемая, да, то есть, определенные мысли существуют, да, рано или поздно появляются у каждого из нас негативные мысли, да. Так вот, у меня они, есть такая черта, что очень сильно иногда раздуваются, как бы до катастрофы, что мне издец, грубо говоря, да, издец мне. Не знаю вообще, есть ли такой диагноз психический, но одно скажу, что жалоба у меня была, что вот у меня вот эта вот катастрофизация мышления, что у меня все время плохое состояние было, фоном, да, шло. И это мы потихонечку и вылечиваем. А то, что, ну, достаточно жесткие, мне выписали, там, некоторые из препаратов, да, но почему бы нет? Я, как бы, сторонник того, что, как бы, вышибать. Но сейчас я с них слезаю, слезаю самостоятельно, и вовсе-то уже от того же трифтозина, как мне кажется, слез, там, вроде как, синдрома отмены я не заметил. А вот стереодозина, он же Санапакс, торговое название вроде как. Короче, ослабил дозу до 1,4. Просто никому не советую делать это самостоятельно, но просто мне уже надоело несколько месяцев, там, с помощью, существовать с помощью таблеток, да, я хочу уже сам, да, действовать. Как бы, ну, нефиг, расслаблюсь иначе и буду вот только на них сидеть, 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 сидеть. А сам, а сам я никто, сам я ничто. Так что ладно, утрясли, сейчас о психушке мы не будем разговаривать обо всем этом, это все бред. В общем-то, вроде все комментарии более-менее обсудил, спасибо за ваши советы, все, как бы, берем на вооружение, чик-чик и так далее. А теперь перейдем к сути видео, да, к девчонке, с которой я познакомился несколько лет назад в Леонардо да Ивинчике. Несколько, это самое, несколько дней видео не снимал, у меня уже, как бы, это идет заплетка, переплетка, то есть там, ну, понимаете, что дробь по 17, и вот эта вот деревяшка, то есть вот так вот откидывает система. То есть, может быть, как бы, это не обессудит его. Это мне нужно сейчас вспоминать все. Значит, ей было на тот момент 17 лет, да, мне побольше, мне за 20, так скажем. Немногим там больше 20. И она мне пишет, я с дяденьками, я с дядями боюсь общаться, я боюсь с дядей. А я так ей в ответ. Так все вы, девушки, боитесь парней постарше, но в глубине души хотите с ними встречаться. Или в глубине души их любите. Вот что-то так вот я в ответ. Я все-таки, ну, там, маркетинг, все такое, там, продажник, как бы, дебилочку я сделал такую. Подействовала моментально, то есть она продолжила со мной общение, так более-менее так... И через несколько дней, в общем, оказалось, что она озабоченная. Да, озабоченная. Она мне скидывает гифки. Вот не столь мне все бабах, шандарах, молода. У меня чуть инсульт не случился. Гифка, ну, максимально там развратная. Я думаю, вроде-то с виду, как бы, ну, до этого, как бы, приличная девчонка, да, 17 лет, общаешься с мужчиной, боишься мужчину, мужиков, дядек. Ну, ладно. Думаю, о, как бывает. Ничего себе. Я даже о таком не слыхивал, такое не видывал ни разу. Не серьезно говорю. Такие гифки. Ну, я, как бы, опешил, да? Ну, ничего, как бы, просто я понял, что, ничего себе, начинает девчонка-то раскрываться потихонечку. То есть, уже что-то с ней наклевывается, да? Сейчас, секунду, кофе возьму. Кофе. Смотрите, с какими дозами я пью кофе, чай и иные кофеиносодержащие напитки. А какие могут быть иные? Ну, какие-нибудь там траведычие, тошные. В общем, мы потихонечку уже начали договариваться на очную встречу, на свидание, да? Но она сказала, что вот сейчас вот она документы сдала и сваливает обратно к себе, она из другого города, в Читу. В Читы. И потом, как стукнет уже там ближе к сентябрю, начало первого курса, значит, она приедет. Ну, и там уже ближе к делу мы там и разберемся, что ли как. Все это время, ну, то есть, получается, где-то с июля по август, да? Поначалу сентября мы переписывались там, то, сё. Она мне периодически скидывала по шлятину. Ну, я как бы отреагировал на неё, так, как бы воодушевился один раз. В общем, прям писал, 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 тоже в ответ. Тут она мне говорит. Девушка, которая всё вот это вот скидывала, она мне говорит. Слушай, ты какой-то озабоченный. Я тебя боюсь. Я не хочу с тобой общаться, если такое дальше продолжится. Ну, я про себя подумал, что, ну, что-то с девкой происходит не то явно. Причина следственной связи там нарушена, да? Бывает. Ладно, говорю, хорошо, бывает. Ну, как-то лояльно отреагировал тоже на это. Ну, как иначе-то. Ну, можно было сразу же там её послать. Типа, нафиг ты тогда это всё скидываешь? Ну, продолжили общение. Она несколько дней, как бы, не скидывала, прощательно, но потом снова начала. Давай это, давай это. Она даже скидывала себя. Один или два раза. Ну, там всё было прикрыто. Такая, ой, ой. У неё достаточное количество, как я понял, своих таких интимных фоток. 17 лет, девке, да? Ой, в общем, получился я с этим здорово. Как бы, внешность её, скажу так, вот по фоткам, не вживую, мы дальше к этому перейдём, именно по фоткам. Порог ибабельности, извиняюсь, пройден. По фотографиям пройден, то есть нормально. Ну, в общем, ладно. Этим я и пользовался, можно сказать, да? Ну, не буду говорить. Значит, прошло это время, в этих переписках потных, непотных. Я ненавижу ждать, если честно. Терпеть не могу. В том числе и когда девушка приедет снова в Екатеринбург. Значит, всё. Приехала. Поездом из Барнамула, как пел. Должанский Николай. И что тут, блин, влилась в учёбу, отвлекаясь. Всё, про меня, можно сказать, забыла. Пишет мало. Про свидание вообще забыла. Я говорю, что-то мы это с тобой, это. В воскресенье написал. Это что такое? Вроде так хотели, так ты писала, что, ну, скорее бы уже прилететь. Скорее бы с тобой увидеться вживую. А тут у нас что? На учёбу меня промерять решила. Дырочка. Это что такое? Ну, конечно, так бурло я не общался. Ладно. Прожектора светят. Не светите на меня. Прекратите, прекратите. В общем, она пишет. У меня голова болит. Что-то я себя хреново чувствую. Как-то вообще непонятно всё. Новая жизнь, да? Как-никак. Ну, я думаю, пиши пропало. Сливать начала. Ну, типа, начинает мне втирать что-нибудь. Голова, блин, всё это, что, мол, не пойду я гулять. Но не тут-то было. Она мне пишет. Далее. Приезжай ко мне. А приезжай ко мне. Или, ну, просто так вот. Приезжай ко мне. Опешил моментально. Молниеносом тоже. Но, как бы, я лёгкий на подъём. Ну, ещё раз. Что она мне до этого писала? Скидывала. И тут она зовёт к себе. Ну, что тут следовало думать? Не иначе как, что она зовёт на сайте. Но. Ремарочка. Она девушка. 17-летняя. Девушка. Даже не целованная. Понимаете? То есть, на это нужно было тоже дать. Слово забыл, ребята. Таблетки продолжают действовать. Дать. Что дать? Не по блажку. Ребята, я забываю слова из этих таблеток. У меня побочка. Заколебала. Уходи, побочка. Память, приходи. Ладно, не вспомни сейчас. Sorry. Sorry. В общем. Всё, я выдвигаюсь. Ну, она сказала ещё заедь в аптеку. И купи не мирамистин с резиной. А что-то от головы. Ну, ей действительно что-то требовалось от головы. Я давно это понял. Но не в этом плане. Ну, голова болит. Ну, что-то там, типа, пустырников я покупал. Помнится мне. Всё. В другой конец города. На машине мчу. Я пикант. Это вообще там электромобиль. Там супер. Заезжаю в эту аптеку. Купил я этот. И там меня на кассе спрашивают, что-нибудь ещё. Я такой думаю. А почему бы нет? Говорю, а давайте ещё презервативы. Не надо мне много. Там три штучки и всё. И хватит. Непонятная какая-то вообще. Ну, вафлёная тема. Непонятная что-то. Всё. Забрал. Аптека буквально через дорогу от её дома. Всё. Номер квартиры. Ага. Чичичичи. Всё. Номер квартиры такой-то. Как бы я даже не думал, что это развод. Ну, хотя нет. Закралась у меня мысль. Немножечко так совсем. Она долго не отвечала какое-то время. Ну, она к чему-то готовилась, наверное. Пока я ехал. Ладно. Всё. Поднимаюсь на лифте. Я же ещё раз. Не забывайте. Я боюсь людей. Я всех. В частности, девушек. Ну, боюсь всех людей. Когда вот так вот. В такой обстановке. Да, я даже родственников своих боюсь. Ну, есть у меня такая вот социофобия. С этим мы боремся. Понятное дело. И всем нам она как бы присуща. В той или иной степени. Это понятно. У меня, поскольку творческий, восприимчивый, так сказать, психический организм. То у меня она присуща именно в большей степени. Ну, не то, что весь присущ, но, блин, вот мандраж внутренний присутствует у меня. И что вы думаете? Открывая уже всё, да-да-да-да, дверку она там, чик. И тут я вижу. Ну, как вам сказать? Не хочу обижать девчонку. Что-то она из-за чего-то очень сильно располняла. Или она как бы мне такие выборочные фотки скидывала в выборочных ракурсах. Ну, короче. Нет. Многие любят плюс-сайз. Девчонки. Многие парни любят плюс-сайз. Это сейчас такая даже мода есть. Да что вы, что вы. Ядрён батон. Допустим, если у кого-то мама полная, то кто-то ищет такую же себе, как мама, да? Не в этом дело. Просто, ну, на вкус и цвет, да? Любовь настолько относительно. Штука. Сгрустнулась мне сразу. Значит, следующее. Я тут, блин, волнуюсь, это самое. И у нас стычка таких вот социофобов вышла. А у неё волнение проявляется как? Она что-то медленно говорит очень. Бедняжечка. Ну, как-то вот на отъебись. Как будто мне это кажется. Ну, не то, что нет, нет, нет. Не так. Всё. Валера, убирай нафиг. Заново пишу. Как это сказать? Ну, просто вот непривычно для меня её вот общение было. Непривычно. Может быть, то, что она из щиты, там, говор, иной, да? Так вот, скорее. Спешим на это. Всё, я ей даю эти капли-не капли. Этот пустырник. Она меня очень хорошо накормила. И вот общается. Ну, вот что-то вот, что-то вот не топлив. На. Ты что мне писала? Что в итоге? Как-то, ну, больно зажатоты. И как бы я тоже на это отреагировал. Если бы она раскрепощённая, такая сражья твоя, я бы соответствующим образом и отреагировал. А тут коса на камень, как бы, нашла. Ещё тут ещё говорить. Ну, в общем-то, я напрягся, как бы, частично. Но это старался мне показывать. А когда ты вот это вот стараешься, то тратится очень много энергии. Ну, более-менее, в общем, я там держался. Огурцом, молодцом. Значит, что началось? Вот я вот ем. А у него как раз недавно был день рождения. То есть день из 17-летия, 18-летия стукнуло, да? Она мне говорит, мне друзья подарили из читы, они тоже в ВКП переехали, как бы это сказать, вибровызов, так это назовём, да, игрушку. Ну, вы поняли. И такая, прям, я достаю, а я ем, 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 смотрю. Ну, я как бы её, чего ещё мог ожидать? Ну, бывает, нормально. Ту-ту, ту-ту. Она включает эту вибрушку. Ну, там такой банан прямо. И говорит, попробуй, потрогай. Ну, в принципе, фу, ё-моё. Я думаю, да не, я лучше поем. Ем, ем, суп-то вкусно разготовил. Какой-то там крем-суп, да? С гренками. А она говорит, а давай вот так вот я сделаю. Ко мне под ключу, под ключу поднесла. То есть до этого, понятно, где было всё это. Я как бы лёгок на подъёмы, ко всему этому отношусь более-менее, ну, как сказать. И на вот это вот хрень у меня тут, пра, я ем. Ну, чё, ну, ладно. Ну, я говорю, ну, нормально. Как бы я в этом, я в этом, уж позвольте, не разбираюсь. Ладно. Всё, это как бы всё поняли. Значит, ем, ем. Я вот думаю, что делать? Я не могу её слить. Не могу её обидеть. Ну, как-нибудь и в то же время переходить в наступление. Ну, ё-моё, это мне надо либо выпить прямо, чтобы всё стало красивым, да? Всё вокруг. Либо как-то она меня так задобрить должна. Я в соответствующее должное расположение духа войти. Состояние. Ну, думаю, ладно. Тут она говорит. Давай, чё делать будем? Ну, чё мы делать-то будем? Ну, чё, чё, чё? Давай фильм посмотрим. Как бы, ну, это она сразу так. Как бы фильм посмотреть у девушки дома, у девушки, которая такие гифки скидывала. Но мы с вами все должны представлять, что к чему это ведёт. Ну, понятно, к чему. Но не в её, как бы, мозге. Походу, значит, ладно. Не будем спойлерить. В общем, всё. Садимся мы. Выбираем фильм. И она говорит, а, кстати, вот в этом есть неприличная сцена. Ну, так она, понятно, дело по-другому сказала. Я говорю, ну, зашибись, врубаем. Всё, врубили. Нашли его, врубили. Прошло минут пять. Чтобы мне скучно стало окончательно. И вот от скуки, это было спусковым крючком, да, всё и началось. Я думаю, ой. Либо ничего не делал, либо смотреть этот фильм, либо, ну, это, действовать. Что лучше? Смотреть этот чёртов фильм, который мне нафиг. Я лью, я по Ютубу, я чувак по Ютубу. Либо действовать. Проблема моей жизни заключается в том, что судьба мне очень часто подкидывает девушек болезненных. Ну, я сам их, конечно, наверное, вылавлю, да, скажете вы. Но, тем не менее, как бы, судьба неподходящих. Заведомо неподходящих. В общем, думаю я. Ну что? Немножечко, легонечко, так, разминочку давайте произведём. Видите, да, так, стесняется, далековато, я подсел ближе. Такое лайтовое наступление. Беру её за руку. Начинаю легонечко проглаживать пальцы. Не более, как бы, ну что такого? Ещё раз, ремарочка. Да это вы уже помните это. Она нецелованная девочка. Ну, при этом жутко озабоченная. Сказала, ну ты зовёшь, как бы, это... Все думали, что для чего. Она к этому абсолютно не была готова. Нахуй ты, извиняюсь за мать, зовёшь домой. Нахуй ты всё вот это вот делаешь. Если ты, ну, абсолютно не готова. Мне готова, и всё. Она думала, что я буду переходить дальше. Ой, далеко не факт, что с такой вот холодностью я бы переходил дальше. Но ей показалось, что, в общем, блядь, в её воспалённом мозге, что сейчас начнётся насилие. Я легонечко всё лайтовенько так. Она говорит, нет. Ну что-то в этом роде. Короче, такая вот началась холодность. Я думаю, что? Я тут охренел, конечно. В общем, я мог ожидать всего, что угодно, но вот не этого. Мне стало очень весело. Особенно после следующих её действий. В общем, как бы, ладно, я немножко подождал, всё, хорошо. Нет, нет, нет. И дальше немножко. Там время прошло. Думаю, ну, может, отошла, она привыкнет. Проглаживаю. Ну, тут я немножко уже посильнее начал. Так говорится, другие зоны. Ну, нет, там ничего такого. Прямо я ещё не успел подойти. Всё было прилично, ребята. Мальчики, девочки. Ну, ты зовёшь меня в квартиру, что делать? В общем, у неё взрыв мозга произошёл. Ну, первый раз, в первый класс, как говорится, не готова абсолютно. В общем, она такая девка, я тебя боюсь, ты маньяк, уходи быстро отсюда. Ну, что-то заклинило у неё. Я начал ржать, говорю, ты что вообще делаешь? Ты что делаешь? Ты как себя ведёшь? Что ты меня так смешишь? Что ты меня так носилишь? Что вообще происходит? Ты что это за существо? Аккуратно, не обзывая, ну, так, немножечко это. Всё. Всё, забирай корм для своей собаки и проваливай. Бляха-муха, вот тебе и на. Нахрен ты меня тогда приглашал, я так далеко ехал. Нет, ну это, конечно, это не то чтобы фиаско. Это просто юморное фиаско. Я не знаю даже, как всё это вот назвать. Ну, что это такое было? Это вот девчонки, карикатурный образ девчонки с Леонардо Дайвинчика, по сути, да? Вся ёбнутость, как бы, в одном этом образе она и собрана. Ну, думаю, ладно, чё. Понятное дело, что ещё раз дотронусь, она взорвётся. Стена, да какая-то там, картонная, пальцем ткнёшь, развалится. Вот ты, подумай, пальцем ткнёшь, взорвётся. Ладно, не надо так играть с огнём. Ладно, ладно, всё, пока-пока. У меня такой адреналички, с одной стороны, что всё вот это вот происходит. Ну, какое нахрен насилие? Вы что? Мне это, нахрен, никаких эмоций не доставит точно позитива. Только негативные. А если она ещё ментуру вызывает? Как бы, кто бы о чём не говорил, может быть, у неё в голове вот это вот, что-нибудь там, развести меня на ментов. Сейчас тут же выбегают менты. Ой-ой-ой, мы случайно на соседнем вызове были, а вы тут что-то делаете? Давайте-ка на вас. Ага-ага, жалоба, заявление, всё, ифтьюляю. Хотя нет. Хотя да, заизнасил. Ну и всё, попрощался я с этой девкой. Последний раз на этом канале звучит слово «девка». Ну, только что ещё один раз прозвучало. Нормально, всё. Ещё раз, коннотация у этого слова сугубо положительно-позитивно-весёло. Это, я не говорю, девка там в значении «тупая девка» в двумя эх. Просто девка, девчонка. Понятно? А с отрыва продолжает. Это что было? Почему природилось видео, ё-моё. Я уже почти договорил. Ну, кстати, вовольно. В общем, с этого сотрета мы будем терпеть, мучиться. Губы трескаются, все трескаются, тут всё сухо. А когда ещё морозы сотрета, то вообще эти ноиды эти. Ну чё, лечим вообще. В общем, так вот, друзья мои. Пока что, к сожалению, судьба мне не дарует девушек подходящих. Ну, я плакаю за мой уэллорд. Ну, 24-й год – это год оффлайн знакомства. Это год, когда всё решится. В наших с вами судьбах это всё очевидно и понятно. Ещё раз спасибо вам за фидбэк. Всех ценю. Всё прочитал. Кто-то, говорю, даже дошёл до контакта. С вами был Александр Кузьмин. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok